ребята всем привет так сегодня у нас 15 октября время 8 утра похолодало сейчас это плюс 10 так не один знакомый дал точку хорошие находки были ну ладно проверим его только зашел но от метров от дороги метров на на 30 прошел у меня первая находка это серб был так вот такой серб состояние прям хорошая находил много они прям были ужасные в этот сохран хороший не знаю до какого года использовали серб и видно вот что глазбинка отбивали для прочности чтоб не сгибалась такое сохран хороший не могу сказать какого века года первая находка отлично отлично так вот такое лес южный 8 утра за ветерок и прохладненько продолжаю я ходить и наверное все таки я нашел эту точку которую мне дали сейчас я вам покажу ребята не все знают я копаю все сигналы вот железный поймал сигнал я нашел гвоздь это говорит о том что здесь стояли домики а если я не нашел гвоздь я бы прошел мимо и все бы так что на месте гвоздь хороший крупный да покопано как мне говорили здесь покопано ямки есть ничего нет выбитых мест продолжаем вот солнышко встает честно теплее будет замерз легко оделся блин так вот и солнышко встает быстрее быстрее я уже копаю сигналы чтобы согореться так попалась какая-то железочка кругленькая не могу понять еще что похоже диаметры сантиметра 78 вот такая вот лямбочка типа шапочки такого какого-нибудь гномика рыцаря какого-то непонятно пока не понятно подсказывайте кто узнает что это может какой техники как они крышка пока вот так вот до гвоздей уже много вроде на суки 34 нашел ходим октябрьский лес такое вот у нас так ребята давно мне не попадалось так кто не сказал кто не знает я рассказываю что этом это картечь как картечь их много связывали в одну чтобы одну штуку большую такой связку и засовывали в пушку и стреляли у на глаз картечь номер пять пятый номер распространено у нас в нашем районе вот еще один признак что мы на правильном месте обстреливают черкесские аулы картечью до давно картечь не находил ну очень много ямок да как мне и говорили ямок очень много оставили мне это мне оставили одни железные сигналы вот и а картечь была сигнал называется каванина туда-сюда цветной железной цветной железная я решил копнуть картечь кавказская война сейчас будем это место окружить смотреть но очень покопано так у меня еще одна находка но она поломанная это был наперсток сейчас на солнышко вот так вот вытащил он был наперсток тоже признак говорится что здесь стоял аул или домики да аул получается был очень длинный очень большой не покажу вам но расстояние метров 70-80 вот я иду вот находки идут и идут все оттуда вот большое поселение было интересно все сейчас мы здесь будем так кружиться не не гиганты гвозди оставили поломаны наперстки ничего мы продолжаем и все так просто ребята закопал ямку и я сюда когда ямки закапываю проверяю всегда проверяйте был еще сигнал это вторая часть от наперстка но он был сломан видов те времена вы видите две части так так еще раз рекомендую как ямку закопали проверяйте еще мы идем дальше так видно я попал на точку на центр поселения потому что находки стало много много идти да вот нашел какой-то предмет но он видов те времена развалился вот его части какие-то вот такое чувство или фантазирует а горлышко а мы это медная горлышко какого-то маленького сосуда такие мне фантазии разыгрались пока нет другого вариантов нету и вновь видов видите развалилась со временем вот на кусочки маленькие языки вот хорошо сигнала пропущены значит не все подбили ребята но бывает найти бывают и глубоко бывают глубоко сигналы ладенько а вот и 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 древние вот выкопал блин я по не даже ударил были нет нет для прощения монета классная марета старинная я сейчас не знаю название сейчас вам покажу потом помоем но я доволен тут меня танец как говорится вот эта монетка лежит ребята я заговорю нету выбитых мест человек которым не дал точку блин спасибо тебе огромное без тебя сюда больше не пойду так ребята смотрим монетку вот такая монетка тут это как называть до чекан перечекан насколько я помню все сейчас ее сполосну и поближе посмотрим и вот и сполоснул монетку вот такой здесь цветочек да монетка под затертая сзади непонятно что сейчас я приду домой и все вам расскажу что это за монетка так и что же я нашел ребята а я нашел монету боспорского царства вот вы видите как монета выглядит в хорошем сохранен и давайте мы посмотрим что это такое центр чеканки город подтикопей период чеканки примерно 200 300-300 года до нашей эры это получается монете 2300 лет представляете проявителем тогда был примерно пересад материал монеты медь номинал монеты тетрахалк вес монеты от 6 грамм до 7 вроде диаметр 21 и 5 давайте прочитаем описание монеты аверс аверс это вот слева голова безбородого сатира в венке влево смотрит и на чеканка 12 лучевой звезды реверс рисунок с правой стороны написано слово по и голова льва влево смотрит внизу осетр и еще одна чеканка небольшая вот внизу видим вот такие монеты вот пантикопеевские монеты античных городов северного причинноморья 6 века по 3 век до нашей эры предоставляют для этого обширный иллюстративный материал на монетах этих городов отображены греческие боги и герои целая горилея с портретами правителей и политических деятелей изображены животные оружие растения и орудия труда так теперь немножко расскажу о городе пантикопей основан город пантикопей так так тогда назывался современный город керчь как и многие античные города на побережье северного предчерноморья начале 6 века до нашей эры греческими колонистами уже через столетие около четырехсот восьмидесятых года до нашей эры города побережье расположены на территории нынешнего таманского и керческого полуострова объединились баспортское царство признав пантикопей своей столицей вот так вот ребята такая монетка серьезно не ожидал найти монету еще такую здесь а сигнал был найдет чисто цветной сигнал был вот спорный был как и называй кого не на туда-сюда может поэтому не выкопали и глубоко лежала но отлично ребята отлично прям настроение прям поднялось и ветер куда-то исчезли вообще классно стало так время обед да стало теплее хорошо ветер маленький но прикольники так у меня еще одна находка так это у меня ножик до можно характерный для черкесов и по размерам и по деталям да черкесский нож так мне позвонили по работе я бросаю это место так еще раз еще приду сюда но уже с напарником да обычно нож черкесы тоже говорят о том что люди здесь жили в этом месте вот да было много осколков чугунков чугунка я не показывал вам интересный показывать все я иду автомобилю мне идти это полчаса может быть что-то еще найду пока сегодня вот так вот не отпускает меня это место он нашел ножичек рядом махнул тоже такой же спорный сигнал цветной как каванина их называем смотрите кованый гвоздь вот такой хороший крупненький гвоздик блин жалко сигналы идут и идут ну ладно мы сюда еще придем надо после дождя что прийти после дождя сигналы как-то лучше идут иглу глубокие сигналы ловится так и я спускаюсь вниз я уже возвращаюсь уже времени много мне надо на работу смотрите какая красота встречается по дороге вот это место очень красивая и и и и и и и Продолжение следует...